очень долго искала вот такой узор я его знала совсем по другим названием сейчас я нашла его он называется букле на ажуре очень красиво эффектно выглядит действительно как будто букле на совершенно ровной пряжи можно варьировать толщину пряжи он будет более ажурным но как видите все равно очень красиво выглядит с изнаночной стороны выглядит очень близко к лицевой глади он не закручивается очень классный узор и можно шарф так связать вот когда я была совсем маленькая у меня мама связала таким узором джемпер и вот сейчас я по памяти искал его в интернете наконец и нашла очень похожи на всякие узоры типа ежевики и кружка крыжовника но он немного иной давайте с вами сегодня его и разберем всем привет меня зовут анастасия добро пожаловать на youtube канал рукотворные который посвящен самым коротким и полезным мастер-классом по вязанию крючком и спицами и здесь еще много информации на около вязальные темы здесь всего четыре ряда в рапорте и сейчас с вами подробно посмотрим все это и так количество петель должно быть кратно 4 он плюс 2 кромочные петли схема выглядит вот так вы можете сделать скриншот и у вас останется такое изображение чтобы его повторить условно обозначение здесь довольно простые первый ряд все изнаночные петли и все нечетные ряды тоже изнаночные вот эти кружочки изнаночные петли и далее здесь идет чередование 3 петли вместе изнаночной петлей из одной петли вывязать 3 3 петли вместе изнаночной из одной петли вывязать 3 и так далее это все идет шахматном порядке и рапорт как видите здесь всего 4 ряда и 4 петли приступим первый ряд все петли изнаночные кромочную как обычно снимаем здесь вяжем все изнаночные до окончания ряда подробно останавливаться здесь не будем вторая кромочную снимаю 3 петли провязать вместе причем сделать это изнаночной петлей подхватить вот так 3 петли если вам также трудно видно как мне через экран то у вас будет примерно так же получаться так изнаночная и из одной петли вывязать 3 1 2 3 это есть раппорт дальше опять все то же самое то есть 3 петли подхватываете провязывайте их вместе из одной петли 3 лицевые уже и так далее до окончания ряда как раз количество петель кратно четырем поэтому все это очень успешно у вас получится что и так далее до конца ну что тут вот уже первые такие букле и видно уже после даже одного ряда следующий ряд уже у нас 3 как все нечетные ряды это изнаночный ряд показывать я его не буду снова все петли изнаночные 4 ряд это завершающий раппорте и так кромочную я снимаю из одной петли провязать 3 далее 3 петли изнаночные верните петли провязать как изнаночную готова это есть раппорт и снова из одной петли вывязываю 3 далее изнаночные петли провязать 3 петли вместе из одной 3 и далее из трех петель одну изнаночную и так дальше до окончания ряда последний ряд раппорт это были все ряды которые мы связали с вами вместе в соответствии с описанием с рапортом очень просто вяжется можно связать любую плотность если вы возьмете более толстые спицы и более тонкую пряжу получится более ажурный узор и действительно походит на какой-то букле очень красивый нежно выглядит изнаночную сторону еще раз покажу здесь очень просто все это вязать потому что чередуется в шахматном порядке если вдруг вы совершите ошибку это будет сразу очевидно и вы не будете много распускать классный узор справится даже начинающий нужно уметь вязать только лицевые изнаночные петли очень-очень советую рада что я его нашла это как только возвращение в детство если это видео было вам полезно то ставьте лайки подписывайтесь на канал добавлять ролик себя всем удачи в вязании побольше вдохновения и всем пока до встречи в новых видео